Важны ли для вас британские режиссёры 70-х Лоузи Роук Пауэлл? Ну, Роук важен прежде всего, ещё его называют Рюек Николас. Он для меня важен прежде всего не как британский режиссёр, он вообще космополит, он много здесь снимал. Ну, человек, который упал вниз, и главным образом, конечно, он плукнал, не обрядываясь, с гениальным монтажом любовной сцены, я наизусть почти помню этот кусок. Видите, Андрей Шемякин мне всё показывал, он первый, кто мне о Рюеке рассказал, и для меня он как-то ассоциируется с периодом моего такого ученичества у больших киноведов, и комментированный просмотр с ними – это было всегда счастье. Роук значит для меня много, а насчёт остальных, понимаете, британская режиссура никогда мне не была как следует знакома. Я всегда вообще лучше знал Америку, чем Европу. Пытаюсь понять, почему. Может, потому что она более симметрична России, может быть, потому что она больше замешана на массовой культуре, может быть, потому что в Америке больше триллеров, и всё американское пространство как-то лучше совпадает с триллером. Вот эти вот шуршащие у меня сейчас во дворе золотые сухие листья, абсолютно золотой клён, который растёт у меня необычайно близок и приятен. Ну и потом всё-таки Америка, она никогда не заботилась много о хорошем вкусе, поэтому европейское искусство мне менее близко, менее понятно. Я люблю американского Антониони, например, Забриски Пойнтли, профессию репортера с Николсоном, а Антониони европейские, например, Блоуап. Понимаете, в гораздо меньшей степени я никогда этого не скрывал, поэтому я лучше знаю всё американское. Да и, кстати, в Америке я провел гораздо больше времени, гораздо большую часть своей жизни, ещё до отъезда я проводил здесь, нежели в Европе. Поэтому я на Англию смотрю несколько в чужие. Я хорошо знаю английскую прозу. Вот это да. Но, опять-таки, не в чём.